Шкода просто не могла не обновить Кодиак. Модели стукнуло 5 лет, а этот возраст нынче считается предельно возможным для первого рестайлинга. Но сильно корректировать удачный образ чехи тоже посчитали излишним, ведь кроссовер расходится весьма бойко. В итоге флагману достались узкие фары, рельефные фонари да граненая решетка радиатора. При этом головная оптика не только сделалась полностью светодиодной, но и смогла предложить заказную матричную начинку. В салоне появились общий шкодовский двуспицевый руль и расширенная контурная подсветка. Кроме того, в списке опций значатся эргономичные вентилируемые сиденья, обшитые кожей и дополненные массажером. Остальное совсем по мелочи. У заказных виртуальных приборов пересмотрена графика, у топовой медиасистемы стало больше динамиков, а системы превентивной безопасности обзавелись дополнительными датчиками. В Россию новинка придет осенью и очевидно без злобной версии RS, которая примерила двухлитровый бензиновый турбомотор отдачей 245 сил. Ее динамические возможности остались тайной, но понятно, что разгон до сотни будет занимать около 6 секунд. До этого, напомним, RS-ка оснащалась дизелем. Но прошлым летом сложный и дорогой двухтурбинный агрегат исключили из гаммы, поскольку он сильно портил фольксвагеновскую статистику по выбросам углекислого газа. И новость короткой строкой. У новой Октавии появился спортпакет, который делает обычную машину, похожей на заряженную модификацию RS. Теоретически такая версия со временем может появиться и в России. Абсолютно контрастное событие – выход экстремального кабриолета Bentley Continental GT Speed Convertible. До этого мы рассказывали об одноименном купе, которое мощнее и быстрее своих стандартных собратьев. Коротко напомним, что за приставкой Speed скрывается форсированный турбомоторище, доработанная трансмиссия и полноуправляемое шасси, плюс перенастроенная подвеска и усиленные тормоза. Так что главное отличие кабриолета – в мягкой многослойной крыше, которая обеспечивает такую же шумоизоляцию салона, что и у купе прошлого поколения. На трансформацию уходит 19 секунд. При этом опустить и поднять вверх разрешается на скорости до 50 км в час.